150 тысяч километров пути Более 30 экспедиций за 3,5 года съёмок Тысячи метров от снятой плёнки Работа в экстремальных условиях От полярных пустынь до соляных озёр Тяжелейшее испытание для людей и техники Фото- и кинопроект «Россия из окна поезда» Совместно с генеральным партнёром ОАО «РЖД» Представил уникальный блиц-портрет России в начале 21 века Железные дороги стали нитями, связавшими наш рассказ воедино А поезд – его основным героем Сегодня мы путешествуем безо всякого преувеличения По одной из самых удивительных железных дорог на планете Значительная её часть проходит в местах, где и привычный автомобильный транспорт встречаешь довольно редко Она не только объединяет здесь, высоко на севере, две части света – Европу и Азию Но и в прямом смысле является дорогой жизни для тысяч людей, занятых освоением этих суровых земель Мы проникнем вглубь крупнейших девственных лесов в Европе Окажемся в болотном и комарином царстве И побываем на родине практически всех великих русских подвижников Поездка на поезде от приобских Лабетнанг до Котласа Позволяет путешественникам в полной мере ощутить то, что зовется магией пространства Это невероятно медитативный и созерцательный маршрут Уже через несколько часов пути начинаешь осознавать, что уютный спальный вагон, в котором ты передвигаешься Единственное значительное скопление людей на многие сотни километров вокруг Тундра по ходу движения сменяется северным редколесьем Но за окном поезда почти не обнаруживается ни крупных поселков, ни даже небольших деревень Только крохотные полустанки и сахарные конусы уральских гор на горизонте Разнообразят эту плоскую, как стол, равнину Сейчас знаменательный момент нашего уральского путешествия Наш экспедиционный отряд, наш поезд Переходит легендарную реку приполярного Урала Кожим Она образует северную границу одной из самых крупных охраняемых природных территорий в мире Национального парка Юга-2 Интересно, что именно здесь, на этом участке, граница парка совпадает с главным ходом Северной железной дороги Надо сказать, что большая часть открывающихся взору пассажиропросторов Это гигантские, невероятные по масштабам болота В них содержатся самые большие запасы торфа на континенте Здешние топи образовались вдоль русла больших уральских рек Которые экспедиционный поезд пересекает с чистотой примерно раз в час Полноводные, почти лишенные растительности эти реки текут в каменистых ложах Накачивая местную лесотундру миллионами кубометров воды Многочисленные мосты через них, по-северному лаконичные и лишенные архитектурных излишеств Стали предметом нашего бесконечного фотографического любопытства Вообще, в бассейне Печоры насчитывается более 40 тысяч самых разнообразных водных потоков Неудивительно, что первая наша вылазка за пределы зоны отчуждения железной дороги Стала большим лодочным путешествием по одной из интереснейших рек республики Коми Ранним утром мы, по сложившейся традиции, привели наш экспедиционный поезд На отдаленную тупиковую станцию Это Троицко-Печорск Отсюда начинается наш путь в Печоро-Илычский заповедник Самый крупный заповедник Европы Давайте я тогда вот туда, на ту лодку Аппаратуру туда несите Где-то, представляете, вот банка есть там одна Вот к ней Погода вроде улучшается И начинается одна из самых захватывающих частей нашего маршрута Мы, наконец, на реке Илыч Вообще-то местные называют его Илыч Это очень серьезная уральская река Именно в ее бассейне и в бассейне Печоры Находится Печоро-Илычский государственный заповедник Одна из самых недоступных, девственных частей Урала Если можно так сказать, природное его сердце Куда мы сейчас и попробуем прорваться 30 тысяч квадратных километров нетронутых елей, лиственниц и кедров Замешанных с вездесущей березой Здесь никогда не было промышленных рубок и крупных строек Здесь вообще не велась никакая хозяйственная деятельность Кроме традиционной для местного населения охоты и собирательства Вглубь лесного массива, разросшегося на территории Печоро-Илычского заповедника И национального парка Югы-2 Можно пробраться только по реке на лодке До древними тропами мансийских охотников Вы пройдите вперед А вы снимите Пошли, давай, пошли Стремительно Илыч, несущий свои воды вдоль западной границы охранной зоны Самая удобная дорога прямо в утробу вековых чащ Бескрайняя тайга кому-то может показаться довольно однообразным местом Однако и в ней можно найти развлечение Например, хождение по бревну Вот эта огромная елка, повисшая над рекой Как-то удивительно, до смешного похожа на банальные почтовые открытки С пальмами, повисшими над Мальдивским пляжем Однако природа явления совершенно другая Мощные паводки и наползающие на берег ледоходы С легкостью вырывают из земли столетние деревья Подмытые кедры и пихты Традиционное украшение берегов всех норовистых уральских рек Когда-то здесь по Илычу, Сави и Печоре Проходил большой меховой путь Тяжело груженные обласы, лодки местных аборигенов Везли пушнину из Югры и Приобья до самого Великого Новгорода Нынче лишь редкий звук лодочного мотора Нарушает привычную гамму шумов и звуков Под черной водой целые стаи дикой семги Идут на нерест к верховьям и мелким притокам В отрогах Северного Урала Подступы к горному Уралу по местному Увалы Заросли первобытной тайгой, которая заслуживает лишь одного названия Непролазная Это сумрачный, захламленный и нерадостный мир Девственные леса Коми Это название, которое для специалиста звучит не менее значимо, чем, например, джунгли Амазонки С той лишь разницей, что эти места, похоже, гораздо менее посещаемы Центрами человеческого существования в этих чащобах Остаются лесные кордоны, крохотные рыбацкие деревушки и заимки Все они льнут к реке, вызывая мимолетную ассоциацию с железной дорогой Которая в отдаленных частях страны точно так же притягивает к себе все важные жизненные центры С измольства местные жители учатся ходить на лодках по бурным водам Один такой юный речник с удовольствием позировал нам Оттачивая навыки управления румпелем лодочного мотора Мы прошли на лодках более сотни километров И доплыли до скальных ворот, которые обозначают начало уральских предгорий Утесы здесь иссечены водой, ветрами и непогодой И отдаленно напоминают древних идолов, стерегущих вход в заповедные уральские куши Вот эти выбоины – это результат работы льда Это очень интересная штука, редко когда увидишь Потому что обычно мы видим следы работы старых древних ледников А здесь мы можем видеть, как работает современный лед Делает это каждый год при ледоходе, мощном ледоходе на реке Илыч Это грот скалы Лёг-Из Это очень древние камни каменноугольного периода Они, как говорят геологи, поставлены на голову Это пласты, которые повернуты вертикально вверх к небу Находиться близ этих утесов небезопасно Судя по оторвавшимся глыбам, здесь нередки камнепады Да и сам вид скальных исполинов внушает легкий мистический ужас Чувствуешь себя крайне неуютно Это было одно из самых невероятных впечатлений нашей экспедиции Где скудность северной природы с лихвой компенсировалась монументальностью природных декораций И дикостью этих бескрайних просторов И к поезду, поджидавшему экспедиционную команду на одной из боковых тупиковых веток северной железной дороги Мы возвратились лишь полностью израсходовав запасы продуктов и пленки Магистраль, по которой экспедиционный поезд проекта «Россия из окна поезда» Совместно с генеральным партнером ООО «РЖД» Сейчас движется на юг, в середине прошлого века называлась Северопечорской По меркам российских железных дорог она была построена недавно Но уже успела сыграть весьма значимую роль в истории нашего государства Какой странный мост! Я, честно говоря, впервые такое вижу Его как будто набирали из случайных строительных элементов Все фермы его разные В общем, это объяснимо Строили его в самом начале войны Именно тогда, когда здесь силами в основном заключенных запускали Северную железную дорогу Она сразу стала стратегической Именно по ней из Воркуты пошел уголь для воюющей страны Страны, у которой все другие источники угля были отрезаны И поэтому именно сюда был направлен легендарный фашистский десант Этот мост был одной из его целей Десант был обезврежен И в Оркутинский уголь беспрепятственно поступал в фонд оборонных предприятий После войны эта магистраль получила название Северная И теперь является главным связующим звеном с полярной зоной европейской части России Не успели мы толком отойти от впечатлений нашего речного путешествия Как оказались в не менее захватывающей поездке На практически исчезнувшем виде железнодорожного транспорта Все-таки странное обаяние есть в вокзальной архитектуре Даже станция лагерной узкоколейной дороги чем-то напоминает старую дачу Это станция Синдер Знакомая каждому, кто хоть как-то соприкасался с русской тюремной литературой О ней писали и Демин, и Шаламов И, конечно, особенно много Сергея Довлатова Место притягательное по-своему, но и зловещее И отсюда, с этих старых рельсов, начинается наше удивительное приключение Путешествие в до сих пор действующее наследие ГУЛАГа Еще несколько десятков лет назад Республика Коми, тогда Коми-АССР Являлась своеобразным лидером Советского Союза по протяженности железнодорожных линий Только дороги эти были необычными С узкой колеей, ведущей в самые непролазные топи и густые лесные чащи Лесовозные, заводские, торфяные, военные, лагерные Эти дороги, отпочковываясь от больших железнодорожных магистралей Словно ныряли в лес и тянулись к разным потаенным местам Сейчас регулярное движение на них почти сошло на нем И только местные умельцы поддерживают жизнь этих уходящих раритетных линий Потрясающий образ жизни Я такого никогда не видел и не мог себе представить Это сарайчики, в которых местные жители хранят свои пионерки То есть мото-дрезины, на которые мы сейчас едем Это точно так же, как вдоль реки стоят лодочные сараи И каждый открывает ключом лодочный сарай и спускает свою лодку на воду А здесь жители, в буквальном смысле, спускают на рельсы свои мото-дрезины И путешествуют на них по лесу за грибами, ягодами, кому зачем нужно Узкоколейный путь от Синдера в вахтовый поселок Невшера Провесник начала строительства Северо-Печорской дороги В 1937 году было проведено небольшое узкоколейное ответвление от основной трассы По которому везли лес для нужд путейцев Сейчас наша пионерка огибает болотистый берег реликтового Синдерского озера Остатков моря, когда-то шумевшего на месте равнин современной республики Коми Насыпь, по которой мы едем, руготворная Возведенная поверх пятиметрового слоя древних торфянников Из-за стены кустарника по ее краям создается полное ощущение Что едешь в зеленой трубе, наполненной шумом дождя и ветра И бесконечным комариным писком Заводимся О, стоим ждем, я позицию займу По моей команде начнем движение Да, такого видеть нам еще не приходилось Вот такой экзотический, удивительный природный объект Мост посреди болот, узкоколейка, которая идет через топи и трясины Это единственная дорога, которая здесь позволяет ездить всем Местным жителям, рыбакам, охотникам и заключенным Потому что, конечно, эта дорога наследие давних времен И она до сих пор ведет в отдаленную колонию Видно, что дорога знавала и лучшие времена Когда-то здесь курсировало более 30 мотовозов Каждый из них мог тащить до пяти грузовых или пассажирских вагонов Теперь повсюду видны полузатопленные в болотах Остовы подвижного состава В непролазные заросли ведут заброшенные насыпи Которые теперь невозможно отличить от обычных холмов Но и по сей день Синдорская узкоколейка остается самой длинной действующей дорогой такого типа в России Большая станция Синдор стала последним остановочным пунктом нашего железнодорожного путешествия по Гоме Экспедиционный поезд подошел к административной границе республики И скоро мы окажемся в землях, которые носят необозначенное на физических картах Но от этого не менее волнительное название Русский Север Вот так на борту нашего любимого средства передвижения Маневрового локомотива Мы завершаем наше путешествие, приключение По республике Коми Оно началось для нас очень высоко на севере, в Иркуте И вот теперь по главному ходу северной железной дороги Минуя глухие-глухие места Мы спустились вниз к южным пределам республики На нашем пути мы пересекали, проходили реки Относящиеся к четырем бассейнам Аби, Волги, Печоры И вот теперь мы подходим к Северной Двине Через несколько минут наш поезд пересечет реку Вычигду Приток Северной Двины За Вычигдей лежат области, которые с самых древних времен были северным форпостом московского, а затем и российского государства И первым городом на нашем пути стал Котлос, ставший когда-то истоком этой великой стальной реки Северопечорской магистрали Сам Котлос, расположенный на стрелке впадения Вычигды в Северную Двину, получил статус города лишь в начале 30-х годов Интересен он прежде всего как крупный железнодорожный перекресток Место долбих ожиданий и неожиданных встреч Среди привычной глазу станционной суеты Мы вдруг увидели человека, столь резко выделявшегося из толпы пассажиров Что просто невозможно было с ним не заговорить Немец Бенедикт Шлизингер оказался странствующим мастером Студентом Гонзейской школы плотников из Любака Ее выпускники по окончании обязаны бродить по свету в течение двух лет Не приближаясь к дому ближе, чем на тысячу морских миль По условиям подвижничества они обязаны странствовать, взяв с собой лишь инструменты, умещающиеся в карманах жилета Самодельный вещмешок и памятку на нескольких языках В ней плотника просят не обижать и давать ему работу по дереву, не балуя лишними деньгами Бенедикт выбрал Россию И уже в течение года путешествует здесь, мечтая добраться до Чукотки После короткой беседы этот удивительный плотник отправился странствовать дальше Теперь в сторону Воркуты А наш путь лежал к месту, которое значит для русской истории Пожалуй, ничуть не меньше, чем Владимир, Рязань или Нижний Новгород По странному стечению обстоятельств в Великом Устюге нет собственной станции Этот основательный русский город так и остался неохваченным сетью железных дорог Нам предстояло разгадать эту тайну, а заодно познакомиться с местом, о котором каждый из нас слышал с самого раннего детства Среди всех парадных туристических точек, которыми славен русский север Великий Устюг в наибольшей степени сохранил эту хрупкую субстанцию Дух очаровательной старины Несмотря на преклонный возраст, а он является одногодком Москвы Город выглядит живым и бодрым И даже облезшая краска на стенах некоторых зданий Выглядит словно благородная патина на старой бронзе Для съемки Великого Устюга на закате мы выбрали, пожалуй, самый традиционный здесь способ передвижения по воде Дело в том, что испокон веков местным купцам принадлежали очень серьезные судоходные компании Говорят, будто бы даже по легенде, что когда в 1910 году сюда вели железную дорогу Купцы были не очень довольны и будто бы пытались дать взятку Для того, чтобы железную дорогу провели чуть поодаль Чтобы она не составила конкуренции их торговому флоту Такая парадоксальная ситуация Обычно в России бывало наоборот Купцы собирались всем миром и пытались дать взятку, чтобы железную дорогу провели именно к ним Именно таким город открывался многочисленным купеческим караваном и ватагом ушкульников Приходивших в Устюг за наймом лихих людей для набегов на соседние кочевые племена Торговая пристань Сухоны, располагавшаяся на месте современной набережной Устюга Была заставлена расшивами, парками и шнявами под белыми парусами И сотни других кораблей ожидали своей очереди чуть в стороне от города на большой воде Сейчас мы выйдем на очень важную символическую точку Туда, где речка Сухона или по-местному Сухона сливается с другой рекой югом И в результате слияния образуется Северная Двина В общем, главная река Русского Севера Погода благоволила нам настолько, что мы даже смогли искупаться в освежающих водах Северной Двины Не каждый вечер удается искупаться на перекрестке трех северных рек Кроме того, трудно было предполагать, что в Северной Двине окажется такая теплая вода Именно здесь она рождается Я сейчас вместе с рекой Сухоной сливаюсь с югом И дальше начинается Северная Двина Это было общее впечатление, что только здесь, в Великом Устюге Мы смогли впервые расслабиться после бесконечных переездов И долгих и напряженных маршрутов вдоль Северной Железной Дороги Город оказался настоящей провинциальной жемчужиной С добротной архитектурой, атмосферой и крепким духом Который угадывался в домах и в храмах И даже в походке и манерах людей, его населяющих Отправляясь в Великий Устюг, мы не подозревали, что этот город окажется особенно близок нам, вечным путешественникам Это никак не связано с Дедом Морозом Здесь, на перекрестке водных торговых путей между югом и севером По-видимому, сам воздух был пропитан ароматом авантюры, приключения, открывания новых земель Мало кто знает о том, что отсюда, из Великого Устюга, происходят почти все русские первопроходцы Хабаров, Дежнев, Паярков, Атласов, это не весь список И сюда, к Успенскому собору, они традиционно приходили поклониться перед тем, как отправиться в новое путешествие У нас же случилось ровно наоборот В городе великих наших подвижников, возле Успенского собора, заканчивается сегодняшний маршрут Давшийся нам немалыми усилиями, но принесший большое удовлетворение от сделанной работы Проект России из окна поезда, совместно с генеральным партнером ООО РЖД Будто бы слегка приоткрыл дверь, за которой раскинулись бесконечные пространства российского севера И без всякого сомнения, увиденное останется с нами на всю жизнь Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова